здравствуйте друзья сегодня пришла я в очередной ресторан это обеденное время вы знаете просто меня поразило то что здесь очень много сейчас party у них так называется вот кто говорит party англии американцы говорят парке ну то есть это такие вечеринки опять же какие-то клубы пожилых людей вот если видите вот это вот значит женщины там сидят большой компанией а дальше все занято сидят остальные не могу тоже опять показывать знаете что неприятно людям когда их снимают на камеру это бар совмещенный с рестораном а play manors называется наш про вас клуб тоже частенько здесь проводил свои вечера ну вот судя потому что у женщин на голове у некоторых вот такие вот короны как я уже вам показывала и рассказывала много раз я просто из этого делаю вывод что это у них уже вот такая вот вечеринка перед рождеством обычно люди вот которые ходят в эти клубы вот смотрите это председатель сейчас говорит видите женщина если вам слышно но скорее всего не слышно здесь галдят и очень гром очень громко галдят все просто немножко показываю вам как это вот у них обычно выглядит я села в сторонке чтобы никому не мешать вот видите сейчас будут цветы вручать да может быть даже это будет для нас интересно вот вынесли целый огромный бак с букетами видите вот женщины достают букеты и дарят женщинам не знаю связи с чем но вот видите дарят при том что они там какие-то записочки у них прикреплены не знаю похоже что не всем они эти букеты будут дарить женщин больше чем букетов и вот вы знаете не могу ничего по этому поводу вам сказать и прокомментировать почему некоторым подарили букеты некоторым нет может быть это у них какие-то были конкурсы до этого в течение года как я уже тоже вам рассказывала что они вот в течение года проводят всякие мероприятия конкурсы а потом в конце года подводят итоги возможно это вот как раз связано с этим но странное дело что они ничего не говорят когда вручают эти красивые букеты я немножко вам показала думаю что не будет нам интересно смотреть все это полностью сейчас уйду при том что на меня уже стали обращать внимание я все-таки ушла с этой шумной вечеринки на которую я не приглашена была даже опять случайно попала как обычно у меня бывает я ушла поднялась наверх вот посмотрите опять это каждый уважающий себя отель он конечно же уже украсил елку рождественскую ну и здесь тоже стоит небольшая не маленькая хотя наверное большая все таки елка рождественская вот такая вот правда же приятно почувствовать уже атмосферу праздника кто смотрит мои видео часто тот наверное уже узнал это место это апли манерс отель здесь наверху sitting room обычно мы с вами беседуем здесь вот кто не видел еще то посмотрите чисто английский стиль старого отеля здесь вот такая вот мебель видите все очень простенько скажем так назвала вам верхние этажи этого отеля апли манерс но это тоже вот я поднимаю сейчас по скрипучим ступенькам слышите как все скрипит опять этот ковролин здесь по стенам картины вот такие номера номеров здесь наверное немного здесь даже как-то немножко сумрачно для нас может быть для тех кто привык знаете к современным отелям стиля какого-то модерн это будет просто удивительно что люди вот такие вот отели предпочитают но это чисто английский отель вот еще здесь сейчас зайду вам покажу вот когда я хожу по этим их старым отелям со скрипучими полами вот с такими старыми дверями еще более старыми картинами мне всегда это напоминает что-то из агаты Кристи знаете просто как будто а я вместе с вами мы гуляем вот во времена наверное Виктории королевы Виктории очень интересно и вся эта старина это же вот все какие-то старые очень старые репродукции мне это все очень нравится я знаю что многих многие из вас тоже это любят обратите внимание что название комнат у каждой цветы вот там поппи здесь маргаритки ирис комната а здесь вайолет виола интересная задумка название комнат по цветам я честно говоря впервые вижу но вот здесь не многолюдно но иногда ходят горничные сейчас может быть могут меня и попросить отсюда не знаю но посмотрим в ресторане висит такое объявление и вы можете забукировать здесь себе столик на все ближайшие вечера перед Рождеством а другая вечеринка уже расходится уходят уходят домой люди и все равно обратите внимание какие все пожилые вот насколько все таки Англия это страна пожилых людей если молодые то это вот видите либо обслуживающий персонал девочки ходят в черном это обслуживающий персонал они молоденькие ну или молодые те кто приезжие вы знаете вот я когда говорила что все таки наш остров Айлоу Уайт он все таки больше для англичан и здесь нет приезжих меня тут же конечно поправили и сказали ну как же нет приезжих если вы сама приезжая абсолютная правда и я приезжая здесь живу и мои русские друзья которых здесь у меня более 20 человек и я знаю польских много здесь людей конечно же это все присутствует просто понимаете какое дело я то имела ввиду большинство приезжих как допустим в больших городах как допустим вот в Лондоне там уже 50-50 то есть 50 на 50 а может быть даже теперь уже и больше приезжих людей ну я имела ввиду именно это может быть неправильно я выразилась но я думаю что меня большинство людей поняли я говорила все таки о том специальном таком колорите специальной атмосфере этого острова потому что здесь именно вольготное место тихая гавань не всегда это хорошо для меня например сейчас уже это меня стало напрягать несмотря на то что такие красоты как я вам показывала но вот то что сплошь только пожилые люди это как-то немножко напрягает хочется идти дальше хочется развиваться но здесь получается такое застойное болото может быть я не права конечно вот в этом с вами ресторане и отеле мы были Аплей Маннерс я ушла оттуда но показала вам немножко потому что я знаю что вам нравится вот такая вот старинная атмосфера английских домов английских пабов старых и отелей сегодня здесь довольно много людей непривычно посмотрите по парковке можно сразу заметить что здесь сегодня приехали много людей на вечеринку сейчас уже два часа и видите многие выходят разъезжаются все это в основном пожилые люди и они приехали на своих собственных машинах хочу показать вам немножко проселочной дороги не все нам смотреть на поселочки покажу вам вот такую вот просто дорогу между двумя вилоч она тоже довольно живописная посмотрите здесь и домики попадаются английские красивые коттеджи и конечно же осень во всей красе вот такие вот дороги вы знаете когда я сворачиваю с мейнроуд хотя это тоже наверное все таки мейнроуд потому что здесь даже никакой нет ограничения скоростей но все таки вот она такая как идет через лес как поселочная не знаю и она очень красивая согласитесь со мной что иногда тоже приятно посмотреть вот такую красоту я вообще эту дорогу мало знаю сейчас проедем с вами немножко вы посмотрите окрестности вот видите знак это значит заканчиваются все ограничения по скорости знаете те кто ездит кстати еще вспомнилась интересную историю когда я училась здесь водить я же в общем благополучно дожив до 50 лет никогда не имела прав водительских а здесь такое наверное даже и представить себе люди не могут чтобы не имели водительского удостоверения в таком возрасте как я ой куда я свернула посмотрите наверное свернула не туда это slow please children так ну посмотрим что здесь говорю же никогда здесь не была может быть какую-нибудь старую деревушку опять заедем погуляем поглядим вот так вот значит я ездила за рулем сразу меня посадили за руль тоже странность такая рассказывала вам но кто не слышал может быть поскольку ой боже здесь посмотрите какая здесь лужа впереди страшно сейчас буду крат крадучись ехать вдруг рухну хуже нет конечно заезжать в такие места которые не знаешь дорога узкая это вот такая вот чисто наша островная дорога по которой две машины даже не разъедутся посмотрите какая она узкая и как здесь сложно ездить скорее всего дорога ведет куда-то на ферму сейчас буду заворачивать нет не нравится мне это надо найти мне где развернуться чтобы нам не заблудиться совсем вот так вот это сижу это я за рулем можно ездить даже не имея прав если рядом с тобой сидит либо инструктор либо человек который имеет права более там не знаю более пяти лет во как и у которого который старше 21 года ну муж мой вы понимаете к этому конечно подходил и он у меня спокойно сидел за рулем и даже мне говорил что ты так медленно едешь ой не за рулем а рядом со мной и говорил мне что ты так медленно едешь давай быстрее что ты и потом даже я ездила не имея прав представляете я ездила по центральным дорогам даже там на main land на центральной земле не только на нашем острове я конечно просто вся покрывалась потом от страха у меня ладошки потели но я все-таки ехала старалась а и потом вдруг как-то за разговором муж мой узнал что я что у меня прав то нету я никогда машину не водила я же говорю представить такого не мог и когда он это узнал вы представляете он сразу же пересел он наверное ужаснулся поразился они же так все за свою жизнь то очень боятся и он сел сразу на заднее сидение и он сказал что я с тобой больше никогда не поеду ну вот мы кажется и приехали разворачиваться придется скорее всего здесь дороги дальше нет это ферма какая-то пришлось развернуться мне еду назад вот понимаете как интересно это же просто я отъехала буквально несколько сот метров от леска от центральной дороги и уже здесь я не знаю вообще ничего это раз а во вторых посмотрите фермы кругом кругом огромные дома стоят они настолько здесь в стороне стоят что даже никогда не будешь знать будешь мимо проезжать и не найдешь если точно не знаешь что здесь что-то есть это как раз то о чем я тоже вам говорила много раз что здесь у нас очень много богатых живут очень много я частицу из этого вам показала частично дворцы английских лордов как называется внизу посмотрите или в конце видео я вам скину это посмотрите интересно кто не видел так вот очень много здесь красивейших поместий английских лордов не всегда возможно туда попасть и если не знаешь то даже и не попадешь никогда здесь вообще не знаю кстати куда ехать здесь вообще не знаю кстати куда ехать вот наверное поеду сюда понятия не имею где что знаю что в ту сторону там райд а в эту сторону не знаю поедем посмотрим так вот так вот друзья и мой муж после этого со мной уже конечно же рядом за рулем за руль не садился боялся за свою жизнь драгоценную а на этом друзья я с вами прощаюсь на сегодня я расскажу вам еще о Дэвиде как я проезжая через лондон посетила его расскажу обязательно в следующем видео пока пока пока